Бывальцев и Брак. Ох, какой сейф, Красоткина! Добрый день, друзья, здравствуйте. Приветствуем всех и приглашаем в Екатеринбург. Дворец спорта, культурно-развлекательный комплекс, как больше нравится, Уралец. Наверняка есть усталость, 12 дней, 6 матчей сыграно. Ну да, много команд так. Самое главное, что делать все правильно, остановиться на игру. Я думаю, все делали это вчера, что увидим на игру сегодня. Можем ли говорить, что те люди, которые сегодня появятся, ну это оптимальный состав, который есть у автомобилистов? Ну да, добрый вечер. И прежде всего, наверное, Ник возвращается. Первая игра, посмотри, в какой он форме. Да, мало довольно-таки провел тренировок с командой. Но решили через игру, чтобы человек набирал форму. То, что касается оптимального состава, наверное, сегодня, да, то, что кто есть у нас, ребята здоровые, да. Там, может быть, не хватает Макса Денюшкина, там, Кизимова еще есть, ребята травмированные. Ну, пока их сроки восстановления довольно-таки долгие. Андрей Обидин вот тут ведь справа сейчас на этом вбрасывании. И раз уж Обидин вышел на лед, то можно зафиксировать, что у Андрея сегодня уже официально его трехсотый матч в континентальной хоккейной лиге. Морозов-Гордеев в обороне и Белоусов, Прохоркин-Бутузов. Сегодня выглядит вот так. И вот так сразу же автомобилист открывает счет. Ну, где-то на 28-29 секунде этой встречи. Просто сразу же первым броском-поворотом Алексей Бывальцев выводит хозяев льда вперед. Но как-то вот так отскочила шайба к Бывальцеву. И сразу же удобно легла на клюшку, да, давайте вот отсюда. Так. А, понятно. В конек там попала шайба защитнику. Матч, в котором Егор Спиридонов реально выходит, а не просто сидит на скамейке с Яковлевым и Сушко. Это сочетание. Тринадцатый момент обиден, и это 2-0. Это 2-0, и автомобилист продолжает тут разваливать Сибирь на первых минутах этой встречи. Вот Илья Морозов пока самый невезучий игрок вообще этого матча, потому что это от его конька отскочила шайба под бросок Бывальцеву. Сейчас Морозов тоже вроде бы ставит клюшку, прерывая эту передачу Бывальцева на обиденно. Но шайба все равно пусть изменив траекторию до обиденно доходит. Осипов вдоль синий налево. Трянкин. Это Мэйсик. И вот там перед воротами занимал позицию Волк. Мэйсик как раз туда и посылал шайбу. В надежде, что, может быть, партнер как-то там это все доработает уже. Но, тем не менее, автомобилист в зоне атаки. Дакост набрасывает от сини. Отскок, бросок и заблокирована шайба. Еще нет, не дают Голушеву бросить. Давайте повтор посмотрим. Вот здесь чуть-чуть не успел. Там Ахьяров, да, снял в итоге шайбу вот здесь, да, Ахьяров. Он до этого там тоже перед воротами блокировал. И здесь уже Голушев летел забивать. Горкин налево. Бывальцев. И брак. Ох, какой сейф Красоткина. Классный пас Бывальцева на Голушеву. И Голушев так вроде бы в касании, в ближний угол. Но Красоткин успел дотянуться. Голушев. Тоже красную линию преодолел. Бросил, попал в игрока. Но потом, смотрите, сохранил шайбу. И передача. И вот момент опасный. Красоткин спасает. Но дальше шайба не прижата была. И все еще не прижата. Игра продолжается. И вот момент. Да, коза передачи не дают бросить Романцеву. Но вот здесь. Это уже Эберт. Такой снова штурм в ворот Антона Красоткина. Ну и на последних секундах Шашков. Климович. На Шашкова обратно. Тот пытался подставить. Но пролетела шайба дальше. Возможно, Шашков и задел ее своей клюшкой. Первый период в исполнении вашей команды. Но мягко, очень мягко скажем, не получился. Да, давайте разбираться в причинах этого. Активное начало соперника. Оказались не готовы, к сожалению. Хотя знали, что так будет. Но почему-то они готовы вышли. Да. С помощью Волка и что-то на скорости выскакивает вперед. Обиден перевел на Волка. Опасный момент. И Красоткин цепляет шайбу. А это момент с Кертисом Волком. Но забить здесь не удается. На смену отправился и сам Волк. Месси, который его сопровождал в этом забеге до зоны соперника. Спиридонов. Ну вот момент. И здесь нарушают правила автомобилисты. Но отметим Галкина, который выловил шайбу в ближнем углу. Ответим Спиридонова, который зарабатывает большинство сейчас для Сибири. А вообще мог бы и забить, наверное. Десять секунд. Пас на синюю. И вот. И это гол. И это гол. Сибирь наконец забивает. И делает это, внимание, Артем Жуков. Итак, смотрим повтор. Хороший пас Гоголева. И тут Галкин начал перемещаться налево. Видимо, ожидая, что будет передача куда-то вот туда налево. А Жуков в итоге бросил и классно попал в ближнюю девятку. Вот видите, не так кажется, что Галкин как-то туда начал двигаться. Оставил обратно Прохоркину. Остановился тут Николай. И в сторону ворот. И это гол. Вот так Сибирь сравнивает счет в этом матче. Бросок Прохоркина. Вот такой несильный, с кистей. Но шайба в итоге залетает в ворота. 2-2. Так она как-то вылетает. Да, и мимо всех туда, в дальнюю девятку. Еще раз смотрим. Мимо Бутузова, да. Мимо защитника. Сам пока. И к воротам здесь Бек. Но за ворот вынужден уже катить. А дальше Волк подставляет пушку. Бросает Морозов. Отбивает шайбу Галкин. Гордеев. Снова на синюю. И вот момент уже может быть у автомобилиста. Олег Ли. За ворота пока вынужден укатывать. Там еще как-то чуть-чуть не дотянулся до шайбы. И в общем тоже никакого момента здесь не получилось. Откатывается Эберт обратно в свою зону. И на этом заканчивается второй период. Период, который Сибирь выиграла по счету 2-0. Рады видеть вас вновь на льду. Во-первых, поделитесь впечатлениями. Не ушло ли чувство партнера. Да, конечно, непросто возвращаться на лед. Я пропустил много времени. Но стараюсь показывать все, на что я способен. Надеюсь, этого будет достаточно для того, чтобы одержать сегодня победу. На лево передача. Так. И вот здесь автомобилист в зоне атаки. Романцев. Там Голышев перед воротами. Ну тут уже... А вот теперь рикошет от Романцева. И не удается ему добить. То есть Красоткин справляется с рикошетом от ноги Романцева. А непосредственно клюшкой Данил потом добить уже не сумел. Казалось бы, у второго это проще делать. Но у второго автомобилист это не работало. А в первом и в третьем получается. Так даже немножко удивительно. Майсек. Ну вот, может быть, здесь возникнет момент. Волк катит на ворот и получает. И Красоткин останавливает шайбу. Вот хороший был шанс сейчас. Расстроен Кертис Волк. Потому что, ну, моментов, на самом деле, в третьем периоде не так много. Да, они периодически возникают. Но, может быть, не с такой чистотой, с которой хотелось бы. Опять туда же отскакивать шайбу. Ну, так даже, может быть, и лучше получилось. Шасковский пятак Михеев бросает. И Галкин в игре. Там, может быть, даже и Воробьев тоже помог Галкину эту шайбу остановить. Это, по сути, минус, вот, бросающий игрок. Потому что, ну, бэк оттуда, как, ну-ка, а здесь, а здесь штанга! А давайте посмотрим вот этот момент. Прохоркин над Эдендрефу. И тот попадает в штангу. Еще раз. Да. Чуть-чуть не хватило. Понятно, что сейчас риск ошибки. Ох, 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 ох. Шашков за минуту 17 до конца третьего периода оставляет Сибирь в меньшинстве. 10 секунд до конца периода. До Коста. О, Стефан до Коста что-то непонятное сейчас исполнил. Шайба вышла из зоны. И на этом заканчивается основное время матча. Здесь ничья 2-2. Трянкин там активный с бэком. Тут меняются автамбилисты. И как-то так не торопясь это делают. Что, казалось, сейчас есть пространство у Сибири. Но успели вовремя появиться иксеринбурцы. И вот шанс! Вот шанс! Голышев против Красоткина! Красотки! Вот шанс Голышева. Таймаут брала Сибирь уже сейчас перед большинством. Но Голышев мог принести победу. Но автомобилисту в этом матче не вышло. Бутузов! Бросок Аланова! И шайба у Владимира Галкина! Еще одно вбрасывание в зоне автомобилиста. А вот это, вот теоретически, там это тоже было похоже на удаление. Там Романцев по клюшке сыграл Беку. О, не Беку, а Бутузов. И Бутузов без клюшки. То есть Сибирь вроде в пятером в большинстве. Но у Бутузова сломана клюшка. И толку от того, что их пятеро нет никакого. А вот Гоголев забивает. И Сибирь получает шанс выиграть матч. А он не переигрывает Красоткина. И тот вот таким жестом празднует победу Сибири в этом матче. Павел Гоголев становится автором решающего броска. У него результативная передача. Ваши болельщики сейчас заряжали. Сибирь никогда не сдается. Но, наверное, к этому матчу относитель в частности это больше всего подходит. Ну да, мы знали, что пару болельщиков приехали, даже где мы до этого играли в Уфе. Поэтому мы знали, что игра будет сложная чуть-чуть. Мы начали очень плохо первый период. А потом, благодаря поддержке, мы собрались и начали хорошо играть. Первый период, да. Но надо вспомнить, что дальше. Вот так нельзя играть. Потом больше совсем другого игра была. Сразу играли быстро и вперед. Молодцы. Ведешь, чтобы все собрались и помогали друг другу. Вот так надо держать. Завтра проголим. Но молодцы. Хареактор. Вот проголел второй и третий период. Это просто чисто хареактор. И все помогали друг другу. За это мы выдашли эту игру. Молодцы, ребята. Сегодня первый гол. Молодцы, ребята. Хорошо играли. Хорошие голы завели. Про переплету уже все сказали. А так, автор победного булита. Молодцы. Ребята, молодцы. Ребята, молодцы. С победой всех. Первый период нужно получше играть. Второй и третий период наиграть лучше. Поэтому нужно все 60 минут хорошо играть. А так, с победой всех. А так, с победой всех.